ЗФП 2 Челленджер ЗФП 2 Челленджер ЗФП 2 Челленджер ЗФП 2 Челленджер Успех, если они будут продолжать заниматься не хуже, чем вчера. По задумке организаторов, именно эти ребята должны через 5-7 лет принимать участие в таких же профессиональных турнирах. И они сейчас как раз, выступая на этом турнире, испытывают первый стресс и волнение выхода в клетку. Я думаю, что для каждого из этих детей это очень волнительно и останется надолго в их памяти. Несомненно. Ну, видно, что ребята готовились к эмо-турниру, старались. Сейчас они указали технические возможности ММА. И сейчас разыграют юмористическую сцену с нападением на девушку. Как вы считаете, что девушка занимается таким эмофортом, это как вам все? Хорошо, плохо? На мой взгляд, каждый человек, включая прекрасную половину, имеет право решать, чем заниматься самостоятельно. И если выбор падает нить на босту, то, в принципе, я бы это поддерживал. И, сходя из этого, как я уже говорил, сегодня главный бой вечера, это именно женский бой. Посмотрим, будет ли он уступать мужским боям по технику, качеству и по зрелищности. Ведь сегодня среди мужчин выступают очень именитые бойцы. Это призеры и чемпионы мира по различным видам изнаборств. Сейчас представляют судейский корпус. Действительно, опять мы наблюдаем опытного рефери Константина Львова, который имеет богатый опыт судейства. Пожелаем ему беспристрастности в сегодняшнем судействе, так как сегодня выступают два бойца из города Чебоксара. Знамение этой ведущей Сергей по прозвищу Вустер объявляет первую пару. Это победитель первого международного турнира Николай Лебедев из города Саранска. Он понравился нам на прошлом турнире тем, что он носил очень плотные удары ногами и досрочно выиграл своего противника из города Волгограда. Кстати, данного спортсмена я судил, а также в городе Саранск. Запомнился своей волей, победе и способностью держать удар. Сегодня его ждет действительно очень серьезное испытание, потому что противник его спустился с высовой категории выше. Его противник Альберт Метишев из Казани, также принимающий участие в первом международном турнире The Promotion и также одержавший досрочную победу техническим нокаутом. Сейчас весовая категория до 77 килограммов, а Альберт выступал на прошлом турнире 84. То есть мы сейчас, Константин, будем наблюдать поединок двух победителей. Это те ребята, которые уже зарекомендовали себя в городе Чебоксары, которых знают и уверен, что многие ставят парик, кто же одержит победу в этот раз. Ну, здесь первый боец выступает в своем весе, а другой боец гонял. И я так понимаю, весогонка у него была немаленькая. Все же комфортнее, я думаю, выступать в своем весе. После таких затрат в энергии биться тяжело. Мы слышим интересную музыку на выход Альберта Митишева. Звучат национальные ноты. Я думаю, это связано с его республикой, с его родной республикой из Татарстана. В тот момент, когда ты выходишь под свою музыку, под бурю эмоций, аплодисментов, ради этого стоит выходить на бой. Да, это действительно прекрасно, так как человек провел много лет в тренировочном зале именно ради этих пяти минут, которые он будет находиться в клетке. Все готово к старту. Желаем бойцам обойтись без травм и показать на все, что они способны за все эти долгие годы обучения. Напомним, боец в синем Николай Лебедев в Саранск и боец в красном Альберт Митишев из города Казани. Достаточно динамично начинается бой. Да, Альберт у нас чемпион по Волжи по комплексному единоборству. Также выступал успешно и в Панкратионе. Мы видим, что у него очень легкие и быстрые ножки. Ну, руки, в принципе, довольно-то тоже хороши. Не отстают. Лебедев пытается работать вторым номером и это не придает ему уверенности. Мне кажется, нужно более активно начинать поединок с таким упорным противником. В данный момент неплохой захват взял на Кава Лебедев. Здесь, скорее всего, угрозы удушающего пока нету, потому что непонятно, насколько держит хорошо плотная вторая рука. То есть лежит ли она на шее, лежит ли первая рука на шее плотной. Скорее он просто удерживает Альберта, чтобы его не бросили. Альберт пытается выйти из захвата, пока ему это не удается. Здесь ситуация патовая, так как Лебедев не пытается стащить его вниз. Партер для удушающего приема. А Альберт не может его бросить. Есть хорошее попадание от Лебедева с передней руки. Повторные попадания. Вот, наконец-то, Николай Лебедев показывает, что он действительно несгибаемый боец и бьется всегда до конца. Еще одно хорошее попадание. Ох, как здорово перевел Николай Лебедев с печени на голову удары. Забирает спину Альберт Мятишев, наносит мощный удар. Лебедеву необходимо крутиться, чтобы выйти с этого положения. И рефери останавливает бой. Технический нокаут. Уже вторая квадрат победа Альберта Мятишева техническим нокаутом. Что ж, мы поздравляем этого перспективного бойца. Второе выступление. И все в одном ключе. Перевод в партер и уверенное четкое добивание. Пожелаем Николаю Лебедеву скорее, как можно скорее вернуться в залы, не расстраиваться и продолжать развиваться дальше, чтобы следующий поединок окончился успешно для него. Хороший бой, хорошее начало турнира. Бойцы показали ударную технику. Борьбы в этом бою было мало. Чаще говорят, действительно, что активная ударная политика бойцов гораздо зрелищнее, чем чисто борцовские навыки. Президенту ММА Федерации по Чувакской Республике Жилкин Андрей Сергеевич! Президент Федерации по ММА Чувакской Республике! Добрый вечер, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас в городе Чепоксары на втором международном турнире ZFBI 2. Более чем уверен, что сегодняшние поединки вам более понравятся, чем первый турнир. Сегодня нас ждут замечательные бойцы из стран СНГ и из регионов России. Желаю вам хорошего просмотра, а бойцам, как всегда, обойтись без травы. Наслаждайтесь! Сейчас наслаждают вторая пара. Это пара международная. Россия против Белоруссии. Рисовая категория до 60 килограммов. Это легкий вес. Это должно быть, как сказал Константин, очень быстрые ребята. Оба любят работать больше в ударной технике. Артем Кравченко из Белоруссии и Николай Попов из Ульяновска. Можно отметить, несмотря на то, что ребята любят ударную технику, прозвище Николая Попова «Удав», так как большинство своих поединков он заканчивал именно удушающими приемами. Как закончится сегодняшний поединок, будет очень интересно, так как такого опытного соперника и столь сильного, скорее всего, у Николая еще не было. Интересный момент. Как вы думаете? Прозвище они сами себе призывают? Или все же это остается? Чаще всего прозвище приходит во время соревновательной деятельности, еще во время любительской карьеры. То есть боец начинает любимые приемы применять постоянно, или какая-то черта характера постоянно проявляется. И, соответственно, либо тренер, либо коллеги по команде дают ему прозвище. И если оно подходит, оно, как правило, закрепляется. Было очень много таких случаев. И, соответственно, я думаю, что боец редко сам себе дает прозвище. Константин, а у вас было прозвище в боях? Как вам обращались одноклубники? На самом деле, он, возможно, и был, но на данный момент не припомнился. Ясно. Ну, значит, не закрепилось, не утвердилось. Хочется отметить то, что на взвешивание Николай Попов и Артем их разница в весе составила всего полтора килограмма. То есть Николай Попов показал вес 59 килограммов, а Артем Кравченко 60 с половиной килограммов. Они оба уложились в лимит, но по габаритам Артем явно, явно больше Николая. То есть он выше ростом, размах рук намного больше. И я думаю, если он сможет Николая удерживать на дистанции, то это даст определенные преимущества ему в поединке. Ну, как вы уже говорили, то, что владение ростом, имея высокий рост, это хорошо, но нужно еще и не иметь им владеть. Вот. Возможно, здесь тоже его соперник проявит себя лучше в борьбе и будет заходить под ручки, бросать. Все это нам покажет следующий бой. Николай Попов нам известен уже чебоксарскому зрителю, так как на первом турнире он выступал против бойца из Уфы, против очень хорошего борца и, сумев поймать момент, задушил его, подтвердив свое прозвище Удав. Сейчас он выходит под душевную музыку. Я думаю, чебоксарцы уже частично полюбили его за харизматичный характер и дерзкую манеру поведения в бою. Танки, пехота, огонь, артиллерий Нас убивают, но мы выживаем И снова выживание Я хочу напомнить, что Николай Попов является победителем всероссийского турнира по ММА, победитель международного турнира Зе Промоушен Ван Восхождение его Вес составляет 59 килограммов Рост 168 сантиметров Боец прошел первичный осмотр Встречаем Николай Попов! Объявлено начало первого раунда Бойцы работают в центре оттагона пока никто не забрал его Идет разведка То есть Артем пытается понять возможности Николая Хотя здесь Николай очень известный соперник И его очень было легко изучить по видео из интернета Я думаю, Артем уже представляет что его ждет в этом бою Готовился очень усердно и покажет все, что может Да, на самом деле бой с соперником начинается еще задолго до того, как выходишь в октагон Этим прекрасно профессиональные поединки То, что ребята готовятся именно под конкретного противника и показывают на все что умеет Очень хороший удар с левой прилетело от Николая Попова Хотелось бы заметить то, что бойцы работают в разных стойках и я думаю, для Артема это немножко создает неудобства Насколько я знаю сейчас Николай Попов заточен на уступление по профессиональному профессиональному боксу он планирует выступить в ближайшем будущем Очень хорошие удары проходят довольно-таки жесткие быстрые Заметьте у Артема более классическая боксерская техника прямолинейные удары Николай Попов пытается вносить удары под разными углами что создает определенный дискомфорт Также по разной высоте то есть работает по этажам корпус, голова, корпус, голова О, хорошее попадание приводит к нокдауну Осталось только добить своего противника Замечательно Артем поднимается пытается взять тайский клинч но захват сорвался Судя по началу поединка данные бойцы больше ударники и партер переводить бой не желают Может быть тем зрелищнее и смотрится бой Пока ребята демонстрируют разнообразную ударную технику Артем еще видно что не до конца пришел в себя перекрывается при атаках Отлично Вот чем отличаются профессионалы друзья от любителей Какие активные атаки и повторные атаки Соперник Артем чувствует себя более уверенно в этом бою Пока мы не видели ни одной полноценной попытки перевода в партер Видим что легче на ногах Николай Попов он больше перемещается сбивает с линии атаки своего противника и Артем проваливается благодаря этому У белорусы легкие ножки Обратите внимание насколько быстро и легко у него вылетает нога но видимо для Николая это не было сюрпризом Видна подготовка боксерская Николай видит удары чувствует соперника Выдерживает дистанцию Радует то что видно что белорус приехал явно не отбывать номер он отошел уже после нокдауна и старается каждую атаку Николая ответить Я бы рекомендовал Кравченко больше работать ногами с дистанции не подпуская Николая на дистанцию рук Как Николай заходит на дистанцию рук у него начинает получаться различные удары и цели достигают Почему бы не попробовать перейти соперника в партер проверить насколько он там хорошо работает Тоже неожиданная атака Работа по корпусу довольно-таки разнообразна Работа то в левосторонней стойке то в правосторонней сбивает с толку Радует то что противник когда отходит он не просто защищается а пытается сразу и контрить в этот момент Заканчивается первый раунд Как вы считаете Константин за кем остался первый раунд По-моему мнению все же Николай забрал этот раунд по-моему но на последних 10 секундах боя забрать его. Ведь победа достигается не только нокаутом. Победу можно получить также и удушающим приемом, или болевым. Ведь мы еще с вами совсем не видели партера в этом поединке. Ну, сейчас мы посмотрим, какие рекомендации дали бойцам и секунданты. Возможно, ход боя изменится. Тренерский штаб очень уважен. План на бой. Исходя из этого, посмотрим, какие корректировки были вынесены в штаб Беларуса. Что изменится в его тактике. Все-таки Артем дает возможность подходить Николаю Попову на дистанции рук. Обратите внимание, Николай начал больше работать ногами. Возможно, для того, чтобы его соперник чаще опускал руки. Работа по этажам всегда позволяет это сделать. Прекрасная работа. Хорошая серия прошла. Попытка перевести в партер. Действительно, нужно совершать больше попыток к Беларусу для перевода в партер. Потому что пока в стойке он уступает. Да, на руках его переигрывают. Вот, наконец-то взят плотный захват. Что у нас получится из-за этого момента? Николай Попов меняет положение. И Артем снова его разворачивает. Пока все безуспешно. Работа идет через корпус. Возможно, ребятам стоит... Только хотел сказать, что ребятам стоит перейти удары на ноги. Как был нанесен удар в пах коленом. Думаю, это было непредумышленно. Но, тем не менее, бойцу доставляет это большой дискомфорт. Боец готов к продолжению боя. Наша схватка продолжается. Аплодисменты Николая Попова. То, что он не отказался от боя, а продолжает вести поединок. Какой замечательный был удар ногой в голову. Вовремя, своевременно, быстро. Если бы Николай не защищался и рука была бы не на месте, бой мог бы уже закончиться. О чем мы только что с Константином как раз и говорили. То, что победа может достигнуться различными методами. Заметьте, как интересно легировать Николай. Как только он получил удар с правой ноги, он начал закручивать противника в другую сторону, лишая его возможности атаки. Этот человек уже действует на опыте. Решить сильной стороны своего противника. Выдерживается тактика не давать работать сопернику в его стиле. Совершенно верно. Прекрасный перевод в партер. Зрелищный уход от удара ноги предварительно. Приятно создавать, что в наш город приехали такие профессионалы и получать истинное наслаждение от их мастерства. Наконец-то бой бойцы перевели в партер. И интересно будет посмотреть, как Артем чувствует себя в этой области. Николай забирает спину. Это очень опасное положение для Артема. Заходит на удушающую подготовку, подготовительный этап. На корпусе. Возможно, здесь будет болевой. Артем попадает в гард. Это очень опасная позиция, как для удушающих, так и для болевых приемов. В этой же позиции Артем может бить, наносить различные удары, но самому провести удушающие будет практически невозможно. Идет рычаг локтя классической. И рефери останавливает бой. Сдача. Уверенная победа. Николай Попова. Болевый прием. Очень удивительно то, что данный боец весь бой ввел в стойке. Работал в основном только в ударной технике. А финишировал, закончил его победой болевым приемом. Совершенно верно. Очень интересный поединок. Разнообразный. Мы видели различные удары руками, под разными углами. Также отличный работа ногами от обоих спортсменов. Состоялся один всего лишь действительно хороший перевод в партер. И он оказался результативным. Болевым приемом победа Николая Попова. Город Ульяновск. Отметим, что это уже вторая победа. И человек сделал большую заявку на бой за пояс. Обращаясь к оператору телеканалу «Зимы», Николай такое ощущение, как будто пытался напугать его сначала. И оператор даже попятил от него. Ну, а я напоминаю, что в нашем зале мы приветствуем крики, вопли, возможно, даже какие-то рациональные действия или просто слова рассудительного характера в сторону наших спортсменов. Поддержим концертный концов наших спортсменов бурными аплодисментами. И давайте пошумим в данный господин! Встречаем громкими аплодисментами третью пару боец в синем углу ринга Оликсе Кушина! Оликсе Кушина! Выходит нашим тяжеловесым. Первый боец это Алексей Кувшинов из города Саранска. Сорвайте категория 93 килограмма. Мы знаем, что бойцы из Саранска зарекомендовали себя как очень сильные и упорные бойцы. На прошлом турнире Николай Лебедев нас одержал уверенную победу. Сейчас выступает его земляк Оликсе Кушинов против Чебоксарца Николая Росомахи Елукова. Всегда интересно какую музыкальную композицию выбирает боец. Что-то звучит батриотичное и настрой Алексея более чем серьезный на этот поединок. Чувствуется легкость в данном мотиве. Посмотрим, как будет себя вести у нас борец во время схватки. Здесь бой бой универсалов мы должны наблюдать, так как ребята проявляли себя с разных сторон. Алексей имеет богатый опыт выступления в различных смешанных единоборствах, таких как рукопашный бой, боевой самбо, панкратион. Итак, встречаем боец красного рига ждем выхода местного бойца. вам стремительно выходит на поединок. 86 сантиметров без же засобирает 93 килограмма. Боец является победителем международного турнира сэй промоушен уан восхождение Евгений Елуков. Часть еще совсем недавно видел как работает Евгений в стойке, как он работает руками. Хотелось бы отметить довольно таки, несмотря на навес, удары быстрые. В прошлом поединке Евгений проводил бой против представителей из Москвы Ивана Аратского. Победа была одержана за минуту 0,8 чистым нокаутом. Сегодня противник гораздо меньших габаритов, весит 91 килограмм. будет ли это решающим фактором для Евгения противник гораздо более быстрый и маневренный чем противник из Москвы. Да, и действительно ведущий отмечает то, что весовая 93 килограмма. Евгений на прошлом поединке весил 100 килограммов. Сейчас он уложился в лимит 93 килограммов. Он сбросил 7 килограммов и выглядит заметно меньше. Кстати, а в вашей карьере были ли поединки против бойцов больших габаритов? Ну, в моей истории в основном встречались бойцы выше ростом. И лишь один соперник в самом начале карьеры мой спортивный был ниже ростом. Создает ли это неудобство? Создавало ли вам это конкретно неудобство для того, чтобы одерживать победы? То есть приходилось же проходить с более большой дистанции, где противник мог вас достать? На самом деле нет, к этому привыкаешь. Уже буквально через один бой понимаешь, как работать с такими соперниками и что для тебя необходимо для того, чтобы достичь победы над своими соперниками. увидим, что ребята примерно одного размера. Посмотрим. Видим сначала жесткий обмен ударов ногами. Оба бойца не готовы сразу сближаться, потому что это большой риск, тяжелый вес, один удар может все лишить. Видим атаки с обеих рук, одиночные на данный момент. Плотные лоу-кики. Заметьте, как Алексей отдернул ногу, так как видимо получил уже первое повреждение. Боец из Саранска застаивается. Возможно это последствия ударов по ноге. Здесь они пытаются оценить друг друга. Мне кажется, что план на бой Алексея был немножечко другой видимо он решил, что будет переводы в партер. А вот действительно первый перевод. Первое сваливание. Опасности для Евгения это пока не представляет, потому что захвата за голову нету, противник лишь его пытается удержать. А на мой взгляд нужно сделать попытку переворота своего противника. вкручивать его в правую сторону, там где его нету опоры. Сейчас идет просто удержание, на мой взгляд, если Евгений не вытащит голову. Идет опасность болевого приема. Вышел из захвата. Что же будет дальше? Будет ли добивание? Вот насколько бескомпромиссные бойцы. Только что было положение удачное для Евгения, как Алексей начал жестко отвечать сразу руками. И бой снова возвращается в стойку. Короткий промежуток, довольно-таки интенсивный. И противники решили продышаться. Держи внимательно, дистанция почувствовала работой. Молодец! Мы слышим из угла подсказки тренеров о том, что двигались разнообразно. самое основное это найти верную дистанцию, с которой нужно атаковать. Довольно-таки мало движений, перемещений на ногах. Бойцы стоят прямолинейно и у Евгения прошел удар с передней руки. Хороший ответ лоу-киком. Нога ушла с линии атаки, что явно говорит, что судьи оценят этот удар. Прекрасный удар с разворота у Шира. Очень опасное положение Евгения. Отличный атака Алексея. Новый перевод в партер от Евгения Росомахи Лукова. История повторяется. Здесь Алексею нужно активнее развивать атаку, делать попытаться болевые или душающие приемы, не просто удерживать для того, чтобы бой завершить свою сторону. Пока он не проявляет себя как борец, больше удерживает соперника, не дает работать. Улучшение позиции, только что позиция была в гарде, халтгард, только одну ногу контролирует Алексей. Если Евгений сможет вытащить эту ногу, Алексей окажется в очень затруднительном положении. Позиция фулл маут, отдает спину, идет полноценное добивание, Евгений не заправил ноги. Ошибка, да, Евгений не заправил ноги, боец здесь может очень легко уйти, как мы видим, обратить на сколько внимания холоднокровный Алексей только что получал жесточайший удар и сразу же ловит на удушающий прием. А вот здесь идет действительно опасность, большая идет угроза удушающего приема. Алексей вкладывается весе в этот прием звучит гог и я думаю здесь на данный момент Евгению повезло то, что закончился раунд, захват был хороший. Захват действительно был опасный, неизвестно, чем бы это закончилось, но время вышло. Есть минута для того, чтобы бойцы восстановились. первая кровь на сегодняшнем турнире. Да, мы видим явные повреждения на лице Алексея. Интересно, как чувствует себя Евгений в этой ситуации. Основные рекомендации спортсменам были даны и нас ждет второй раунд. Смотрите, насколько интересно выглядит тяжелый вес сразу же после легковесов. Насколько мощные у них удары. Насколько колоритный смотрится их бой. Радует, что добавился еще и партер и борцовская техника. евгений Ялук и Алексей Кувшина. бойца опасно держит передние руки бойцы саранск меняет стойки возможно это последствия лоу киков плотно эмоциональные высказывания со стороны обоих секундантов тренера очень переживают за своих бойцов так как было большое количество подготовки удар ногами достигают евгения цели но дальше он не продвигается и поэтому руками эффективного ударов не получается алексею не хватает движения головы он часто опускает переднюю руку и мало движений корпусом это очень опасно если евгений закончит не одиночеством даром руками а продолжить связку когда удары могут достигнуть цели обратите внимание теперь евгений меняет стойку довольно тяжело передвигаются наши бойцы видно томленность и напряжение удар ногами у них точно также опасно как и в начале поединка но совсем мало видим борьбы и ударную технику рук я считаю что бойцы все же делают достаточно большое количество лишних движений которые как раз утомляет очень малый эффективный движение очень смешно было с разворота из следующим джебом алексея не остается в долгу и сразу же отвечает жестким лоу-киком интересно то что алексей только что поджимал нашего бойцам чебоксар и потом отпустил и и Алексею необходимо чуть активнее вести поединок, так как он отдает вот эти удары, которые разбивают его лицо и оказывают влияние на судей, также в бою оценивается и активность, необходим больше активность с его стороны. Еще он пропускает удары, хорошие удары. Жень, на ручках поработай, на ручках поработай! Чуть поближе, надо наушку подвигать его. Братите внимание, об бойце. Руки опустили. Это очень опасно, учитывая их вес. Если кто-то из них вовремя сможет ложиться, то может закончиться очень печально. Последняя серия у Евгения очень хорошо прошла. Как видим, когда удары идут в серии, они достигают цели. Очень опасная атака от Алексея Кувшинова. Идет связка ударов. Не получается у него добить Евгений. И Евгений уже начал опускать голову, как мы обратили внимание. Но снова прошел перевод в партер. Причем, кстати, обратите внимание, как мне, по крайней мере, показалось, то, что перевод был сделан без усилий. То есть Алексей практически сам упал назад. Закончился второй раунд. Смотрите, насколько уважительно соперник относятся друг к другу. Во время поединка они полностью вкладываются, разбивают лица. Но как только прозвучал гонг, Евгений помог Алексею подняться. Конечно, приятно осознавать, что ребята чувствуют, что это только спорт. И никакой личной вражды у них нет. Непримиримые соперники в бою. И уважительные отношения друг к другу вне ринга. Вне октагона данного случая. Вы посмотрите, все-таки представители медицинской помощи вышли осмотреть Алексея. Есть ли у него большие повреждения. Сейчас будет принято решение, сможет ли Алексей продолжать бой. Надеемся, все-таки, что с противником все в порядке. Подготовка соперников, а бойцов, прости-то. Все же, Евгений даже своими сваливаниями небольшое преимущество забирает. Но здесь нет явного прям такого преимущества на самом деле. По моему мнению, первый раунд окончился с явным преимуществом 10-9. Во втором поединке мы видели примерно равное противостояние. Но больше было ударов джебов у Евгения. Также он был более чуть активен. Я думаю, что оба раунда закончились с 10-9 с его счетом. Да, Евгений все же забирает потихонечку свой бой. Мы видели очень опасный момент от Алексея. Внимание, минуточку. Рефери указывает снова на то, что поверхность мокрая и бойцы могут скользнуться. Все же бой довольно напряженный. Хотелось бы, что он закончился бы на таком глупом моменте, что кто-то из соперников бы просто сел бы. Совершенно верно. Остановился я на том, что Алексей в конце второго раунда проводил очень опасную серийную атаку руками, где Евгений уже опустил голову. И могло бы произойти хорошее добивание. Очень часто Евгений опускает голову, когда на него идет сильный град ударов, серия ударов. Да, то есть при каком-то давлении активном действительно он опускает голову. Это очень опасно не просто для ударов руками, а также может прилететь колено снизу. Опасен удар тот, которого ты не видишь, в первую очередь. Смотри, насколько эти ребята завели публику. Аплодисменты слышатся каждый момент, каждую атаку. Серия. Серия от Алексея. Ялыков поджимает своего противника к клетке. Снова борьба идет через корпус. Мне кажется, есть смысл попробовать перевести бросок через ноги. Очень хороший захват. В принципе, можно было и назад бросить своего соперника. И захвата за голову, за шею тоже нет. Замечательный бросок. Замечательный бросок. Позиция фулл-маунта. Позиция сверху. Самая удобная в ММА для атаки сверху и болевых приемов. Евгений выбрал добивание. Наносит град ударов. Алексей не сдается. Насколько волевой противник. Чувствуется характер и опыт. Как и говорилось, то, что он уже участвовал в различных соревнованиях по панкрециону, армейскому рукопашному бою. Не боится пропускать. Не боится работать снизу. Знаете, мне кажется, Константин, что это характер их родной республики Мордовии. Сколько я не наблюдал за бойцами из Мордовии, они никогда не сдаются. Они всегда готовы биться до конца. Приятно наблюдать таких бойцов у нас в городе. Необходимо атаковать с обеих рук, отжимать голову, наносить больше удара Евгению, если он захочет. Если он хочет закончить этот бой досрочно. Позиция более чем выгодная. Алексей его пытается удержать. Ловит момент для того, чтобы перевернуть. И ему это удается. Он хоть и вышел, но все-таки не в самое лучшее положение перешел. Он только что ушел от очень опасных ударов. И теперь сам находится в более доминирующей позиции. Посмотрим его в роли атакующего. Евгений связал его движение. Вяжет неплохо, защищается. Позиция гарда. Видим, как переживает тренер из Царанска. Только что Алексей был на грани поражения. И тут же он уже доминирует. Это в зале не оставляет никого равнодушным. Отдал, отдал сопернику позицию. Позволил ему встать. Очень устали бойцы. Выкладываются до самого конца. Публика поддерживает своего бойца. Видно, что Евгений так же устал. И вся работа идет на характере. Последние 10 секунд нашего боя. Будет последовательные действия какие-либо. Нет. Это поединок. Первый поединок этого турнира, который дошел до самого конца. Теперь решение остается за судьями. Не буду предугадывать все-таки исход решения судей. Так как им более виднее. Они считают каждый балл. И оценивают каждый раунд. Алексей неплохо себя показал. На последнем раунде больше совершал действия активных. Возможно, чувствую, что он проигрывает первые два раунда. Итак, есть основное решение. Ждем его. Единогласным решением судей победу одерживает Евгений Илуков. На мой взгляд, он как минимум одержал победу в двух раундах. Третий раунд был очень близким. Но все трое судей отдали победу ему. Откручиваем нашу победу. Я хочу поблагодарить своего тренера за подготовку к этому бою. Мы очень сильно трудились. Были травмы. Без этого никак. Также хочу поблагодарить свою семью, которая приедет в этой стране. Приятно слышать, что боец благодарит семью тренеров, команду, которая его поддерживала. Не забывает о том, что победа достигается не одним спортсменом, а целой командой. Друзья, ваши бурные аплодисменты! Спасибо, дорогие господа, проводим наших спортсменов с эктагона. Здравствуйте! И с радостной новостью. Хочу пригласить сюда четвертую пару. Мы ждем четвертую пару бойца в синем углу. Бойца из города Ижевск. Михаил Мангуст Дегтярёв. Очень титулованный спортсмен. В первую очередь он имеет хорошие награды в ударных видах единоборства, а именно по дисциплине К1. Он был призером мира. Также неоднократно он побеждал на российских турнирах. У них промежуточная весовая категория. Категория до 63 килограммов. Один из самых титулованных бойцов этого турнира. Выходит под флаг Удмуртии. Достаточно молодой спортсмен для смешанных единоборств. Ему всего 24 года. Он умеет уже много профессиональных поединков. Он одерживал победу на турнирах «Хэнвизин». Око судьбы. Достаточно известный спортсмен в Приволжском федеральном округе. Сегодня ему будет представляться противник из города Казахстана. Казани. Они уже встречались ранее хорошо, знают друг друга. Тем интереснее будет этот поединок. Встречаем бурными аплодисментами после осмотра. Иди Серёд! Пихари! Интересное прозвище. У этого бойца прозвище у него мангуст. Насколько я знаю, мангуст очень быстрое животное, которое борется с кобрами. Посмотрим, как он справится с коброй из города Казани. Действительно опытный боец. Даже в клетке ведёт себя правильно. В первое число он подошёл, поздоровался с Рюфеля. Уже наладил контакт на будущую победу свою. Приветствуем бойца из Казани. Рашидов Саид. Саид победитель открытого турнира по микс-комбат. Это боец именно смешанного стиля. Прекрасно борется. И сейчас мы будем наблюдать ответ на извечный вопрос. Кто же сильнее смешанных резинобросов ударник или боец? Вес 63 килограмма. Хочу заверить, что весовая категория у бойцов индивидуальная и идентичная. Рашидов Саид, город Казани. Именно он является победителем открытого турнира микс-комбат. Призыв. Наблюдается легкость. У бойца из города Жесткова, Михаила Дегтярёва, чувствует, что он лёгок на ногах. И великолепный ударник. Бойцы в октагоне готовы к поединку. Месяцы тренировок остались позади. Я стал самое простое, непосредственно сам бой. Все, готовы к началу первого раунда. Пожелаем бойцам удачи. Посмотрите, только что говорил, что бойцы с Казани прекрасно борются. А вот как раз начинает он атаку через ударную технику. С большой дистанцией. Отличный провел лоу-кик. К второму удару уже Михаил был готов. И следует перевод бойца из Казани в партер. Находится в гарде. Вырывается с этой позиции. Идет отличное добивание. Естественно, в данный момент мы уже говорили о том, что Михаил представитель ударной техники. Это не совсем так. Естественно, борец прекрасно борется. Он имеет призы по дисциплине борьба дзюдо. И это не чистые представители ударных или борцовских видов. Это уже давно бойцы смешанного стиля. Но начинали они когда-то именно один с борьбы, другой с ударной техники. Позиция фуллмаунта от Саида. Очень опасная позиция для Михаила. Саид может активно его добивать и поймать на болевом приеме. Смотрите, как четко контролирует Саид ногу противника. На мой взгляд, ему нужно вытаскивать голову, оттягивать и наносить большое количество ударов сверху. Которое может привести к досрочной победе. Пока идет четкий контроль со стороны Саида. Не дает возможности Михаилу перевернуться. Не дает возможности улучшить позицию. Контролирует ноги соперника. Михаил прихватил шею, но угрозы удушающего здесь нет. Только как прихвачена одна рука. Идет попытка переворота. И Михаил спешно переводит противника. Находится сам сверху. Идет добивание. Борцовские качества Саида не вызывают сомнения. Даже в этот момент, поймав, он снова переводит Михаила вниз. Обратите внимание, как интересно Саид контролирует своего противника через колено. Поставив ему колено на диафрагму. Что не просто позволяет прижать противника пола, но и лишает возможности полноценно дышать. Вот такие моменты, они как раз показывают, насколько бойцы профессиональны. Даже если Михаил сможет подняться, дыхание у него будет уже не в том же самом русле двигаться. Сторонное голодание, как правило, приводит к тому, что руки начинают забиваться. Рефери показывают, что технический нокаут. Но смотрим, что бой за охоте закончился техническим нокаутом. Боец жалуется на боль в левом колене. И рефери просят врача подняться в клетку. Тем не менее, бой остановлен. И техническим нокаутом победу одерживает Саид из города Казани. Будем надеяться, что Михаил не повредил колено серьезно. И будем ждать его на следующих турнирах. ЗФ промоушен. Михаил до сих пор находится на помосте. Не встает. Видимо, все-таки травму колена он действительно получил. Бой был с каратичным и красочным. Ребята не успели проявить себя в ударке. В основном это была борьба. К радости Михаил встает. Идет при храме. Но тем не менее, все-таки на своих ногах. И это хорошо. Менее трех минут потребовалось Рашиду Саида. Для того, чтобы поддержать верх противникам из города Жеска. Могучим ударником Михаилом Дегтяревым. Пожелаем этим ребят удачи. Они достойно показали этот бой. И Саид помогает Михаилу покинуть. Поздравляем бойца из города Казани. Очень хорошо себя боец проявил. Был андердогом данного поединка. Фаворитом был Михаил. На победу одержал Саид. И сейчас нас ждет главное событие вечера. Долгожданный бой для жителей республики. В главном бою сойдутся боец из Кыргызстана. Амурзакова Айка. Это та девушка, которая принимала участие в мировых помощных Fight Nights. Билась на чемпионатах Кыргызстана. ПМА является чемпионкой страны по этому виду спорта. Напомним, что это второй международный турнир. В первом турнире, в первом поединке представитель Белоруссии Артем Кравченко встречался с Николаем Поповым из Ульяновска. В том бою победу болевым приемом на руку одержал боец из города Ульяновска. Айка настроен на бой. Сфокусировано. Выходит в сопровождении двух секундантов. С одной стороны выступать на своей родной земле всегда проще. Это поддержка зрителей. Это меньшая дорога до места проведения. С другой стороны, это большая ответственность перед своими зрителями за результат. Когда от тебя каждый ждет победы, это накладывает свои отпечатки. И с другой стороны, я по своему опыту могу сказать то, что путешествуя по другим странам и городам, это вызывает тоже дополнительный интерес, когда спортсмены выезжают в другие регионы или в другие страны. Это всегда идут прогулки по чужим городам. Это дополнительные положительные эмоции, что также заезжают на бой. Поэтому как спортсмен реагирует на такие поездки, каждый по-своему. Как человек может хорошо адаптироваться к часовым поясам, как он быстро приспосабливается к климату. Настолько он будет хорош в самом поединке. Сейчас мы наблюдаем бойца из Кыргызстана, который проходит проверку перед выходом клетки. Все в порядке, и Амурзак Уайка находится в октагоне. Встречаем бойца в красном углу ринга. Наталья Денисова! Напомним то, что Наталья летала на выступлении на профессиональной поединке в Японию. Знаменитую компанию Rising, которая раньше называлась Pride вместе с Федором Емельяненко. Наступали на японской земле. Также она одерживала международные победы в Китае над чемпионкой Азии по тайскому боксу и Ушу Саньда. Не так давно у нее прошел бой в Чебоксарах, где она в доминирующей форме одержала победу над представительницей Волгограда Марфами Сипланой. Сейчас ей предстоит более серьезный вызов в международный турнир. Чемпионка из Кыргызстана Амурзакова Айка. Также выступающая победит Big Fight Nights. Посмотрим, насколько женские единоборства актуальны на данный момент. Так как организаторы даже поставили их бой, главным боем вечера среди всех сегодняшних спортсменов. Эти спортсмены являются самыми титулованными. Пожалуй, можно причислить сюда еще и Михаил Дегтярева, который также является неоднократным чемпионом России по профи-призера мира. Пока один. Наталья прошла обязательную процедуру перед входом в клетку. Все в порядке. Наш ведущий Сергей Вустер объявляет о первом раунде. Амурзакова больше похожа по складу тела на борца. Посмотрим, как она проявит себя в этом поединке. Сильной стороной Айки является очень хорошая кардио-подготовка. Этот бойц очень редко выдыхается. Идет небольшая разведка. Девушки присматриваются, хотя Айка чаще всего начинает бой первым номером. Идет разведка, подбор дистанции. Бойцы сконцентрированы. О, с правой стороны Айка четко попадает по Наталье. Еще одно попадание с правой. Видимо, Айка нащупала все-таки дистанцию. Вот прошел удар с правой ноги у Натальи. И отличный перевод Амурзаковой в партер. Она записывает балл, свой актив хорошим переводом. Сумела поймать второй удар ногой. И перевела в партер. Позиция закрытого гарда. Наталья полностью удерживает Айку в партере. Не дает добивать или провести болевой удушающий прием. С этого момента просто будет невозможно. Здесь она ее просто удерживает. Я так понимаю, что по плану хотели провести бой в партере. И поэтому нет попыток удушающего или болевого приема. Айка пытается выйти с эрпозиции. Ей необходимо выпрямить корпус и наносить добивающие удары. Есть захват руки. Есть попытка болевого приема. Снова перевод в партер. Идет рычаг локтя классический. Айка пытается выкрутиться. Идет давление на шею запрещенное. Стоит дожимать противницу. Вращение руки. Воздействие на локоть. Сдача. И рефери Константина Львов фиксируют сдачу болевым приемом. Смотрите, насколько разнообразный снова проходил бой. Девочки сначала начали работать руками. Было четкое попадание два раза со стороны Амурзаковой. Показывая свой высокий статус чемпионки Кыргызстана. Было хорошее попадание миддл киком от Натальи. Затем отличный перевод со стороны Айки. Такое ощущение по бою складывалось, что в первом раунде на первых минутах вела Айка по баллам. Наталья очень опытный спортсмен. Пытаясь удерживать ее в партере, она нашла момент и подловила на рычаг локтя. Брать все внимание на то, что у Натальи это был 10-й юбилейный профессиональный бой. Поздравляем ее с 7-й победой. На данный момент ее рекорд составляет 7 побед, 3 поражения. Желаем Айке как можно скорее вернуться в строй. И будем надеяться, что она вернется на наш турнир и одерживать победы. Желаем всем бойцам как можно скорее восстановиться и снова вернуться в залы для того, чтобы снова оттачивать свое мастерство. И радовать нас своими великолепными боями. Сегодня с вами в студии был Константин Львов и Андрей Жилкин. Мы ждем вас на следующих турнирах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok